Проблемы преподавания русского языка и литературы Владимир Путин обсудил с Натальей Солженицыной. 50 лет назад, в ноябре 1962-го, была опубликована повесть ее супруга «Один день Ивана Денисовича». Это произведение принесло Александру Солженицыну мировую славу. Уже более 20 лет повесть входит в обязательную школьную программу. Сейчас мы вот конференцию устраиваем в связи с Валентином Денисовичем. Я просто думаю, что это такой и причина, и знак не терять памяти. Иван Денисович необходим как лекарство против беспамятства. Потому что, понимаете, беспамятство – это все-таки болезнь слабого человека, и слабого общества, и слабого государства. Потому что помнить нужно и хорошее, и плохое обязательно. Иначе мы хромать будем. Точно. Это правда. Большое событие. Кстати говоря, как в школах? В школах, я вам так скажу, Иван Денисович ввели в школьную программу, когда еще нам не вернули даже гражданство. А вот архипелагулах с ним плохо. Поставили в 11 класс весной. А сейчас весной в глазах у школьников и учителей что? ЕГЭ. И больше ничего. А поскольку литература вообще не входит в ЕГЭ, кроме тех, кто поступает на БУФАК и на БУФАК, вообще не входит. Но кто же будет учить то, что не нужно? А между прочим, если отвлечься от архипелага ГУЛАГа, если говорить вообще, извините, о государственной безопасности, то вообще катастрофа. Потому что было 5 часов литературы в неделю, а сейчас 2. Вот литературу-то надо повернуть немного. Здесь выкинули ее. А что ввели? Учить как коммуникации? Как друг другу улыбаться? Да это люди и без урока научатся. Язык и культура самое главное, конечно. Но сейчас такие непростые процессы идут в серии образования, поэтому я думаю, что... Так вот они непростые идут, и все не в пользу литературы и истории. Я думаю, что вернуться к этому еще. Знаете, навязывать сверху все-таки это неправильно. Ну и чтобы профессиональное сообщество само... Это профессиональное сообщество. В том-то все и дело, что все профессиональное сообщество, которое гуманитарное, оно, конечно, все воет и плачет, и хочет, чтобы это вернули. А то, которое технократическое, оно говорит, что это все не нужно, а вот это... И это неправильно. Если мы хотим быть Россией, а не просто какой-то территории, которые включаются вот в общий технологический процесс. Ну, вы знаете, наверное, предложений много по тому, как заполнять то время, в которое учащийся должен включать такие и такие предметы. Количество этих предметов постоянно увеличивается. Вот и зря. А при обремене... Ну, это обсуждаем еще с... Поговорю еще с министерством образования.